Там все, видел, как сын Кадырова отправил нокдаун Хамзата Чимаева на спарринге? Как ты это комментируешь? Слушайте, я абсолютно не удивлен. Представляете, Кадыров носил позывной Дустум, да? Да. То есть для него он был кумиром, образцом для подражания, был вот этот афганский муртарь. Потом он по наследству передает этот позывной, то есть теперь этот уже не Дустум, его сын теперь Дустум. Так, Томсо, в прошлом эфире ты напел столько чуши, как ты разделяешь поступки человека по твоей логике. Плохих людей не существует, поступки Чикатило я не одобряю, но самого человека оправдываю твоя логика. Она может тебе показаться странной, может быть ты ее не приемлешь, но я убежден, что, например, если бы это коснулось близких тебе людей, ты бы очень быстро понял, о чем я говорю. Когда человек, допустим, совершает преступление, и это, например, твой сын, или совершает что-то плохое, допустим, пусть это будет не преступление, а это будет что-то плохое. И, ну, это твой сын, это твой брат, это близкий тебе человек, ты его любишь. Оттого, что он что-то плохое сделал, ты не перестаешь его любить, понимаешь? И, но сам поступок от того, что ты его любишь, этот сам поступок, ты не можешь его оправдать. Вот в чем разница. То есть, людей, люди адекватные, они говорят, этот человек, сделавший это, он мой близкий человек, и я люблю его. И у этого человека очень много благих качеств. Но здесь он ошибся, здесь он споткнулся. И из-за этого, что он здесь споткнулся, я не могу его теперь возненавидеть. Я все равно, мое сердце к нему привязано, я его люблю. Но этот поступок я свидетельствую, что я не поддерживаю. Понимаешь, разница в чем? Причем, даже когда человек совершает какое-то преступление, даже вот если взять в светском мире, в правовой системе, людей сажают, например, в тюрьму, допустим, он отсидел и вышел. Он считается, что он исправился, то есть он понес наказание. И после этого уже то, что он сделал, за это его не порицают, понимаешь? Как будто бы он себя это смыл. Я сейчас говорю не про ислам, я говорю про обычно принятую правовую систему в любых странах. Почему это так происходит? То есть, этот человек, если он что-то плохое сделал и теперь его надо все ненавидеть из-за того, что он это сделал, то от того, что он отсидел, он не должен исправляться. Но система такова, что он отсидел, исправился и все это преступление, которое он совершил, оно типа с него смыто. Поэтому, может быть, тебе покажется это неправильным. Это твое право. Однако, ты должен принять мнение, что у меня оно такое. И на примере с Басаевым, я именно там это приводил, этот пример. Басаев человек, который здесь, его вот это конкретное действие я не поддерживаю, поддерживаю, но его, за то, что он это сделал, его конкретно, в контексте его благих дел, я говорю, здесь он ошибся. Но я не перестаю его любить, понимаешь? Вот в чем эта разница. Но этот поступок, от того, что я его люблю, я не скажу, что этот поступок правильный. Я не оправдаю этот поступок, понимаешь? Но я скажу, что этот человек, как и любой человек, он ошибался, и это была его ошибка. У тебя очень разумные ответы насчет Чечни. Ты явно очень хорошо уведомлен, осведомлен о ситуации в Чечне. Ты случайно не агент каких-то спецслужб. А нельзя быть осведомленным о каких-то моментах в Чечне, не будучи агентом спецслужб. Агент спецслужб независимой Чеченской республики. Почему нельзя быть просто осведомленным? Почему мы должны обязательно быть плохими персонажами? Почему мы не можем быть хорошими? Почему мы считаем, что если человек, например, владеет какой-то ситуацией, это надо обязательно, он должен быть именно в плохом каком-то качестве. Скажи, что ты владеешь информацией, значит, ты интересуешься, значит, у тебя есть люди, которые тебя осведомляют. Это хорошо, считай, своя агентура. Может быть, у тебя даже в окружении Кадырова есть люди, которые тебе дают информацию. Хорошо работаешь, лучше вот так вот. Хорошо думай, правда. Владеть информацией и владеть ситуацией – две разные вещи. А ты, обладая кое-какой информацией, любишь додумывать слух, и людям очень грамотным, либо просто недалекого ума, это кажется круто. Слушай, здесь какие-то взаимоисключающие вещи. Людям очень грамотным и недалекого ума. Людям неграмотным, наверное, хотел сказать. Я не претендую, я, во-первых, не претендую на то, что я владею информацией, и тем более не претендую на то, что я владею ситуацией. Я вообще простой блогер. Я вот сажусь в течение часа, делаю интервью. Максимум, что я делаю, это вот записываю видео. Но иногда, хвала Аллаху, получается еще какие-то там полезные вещи сделать, например, посадить кадырец. Но это нечастый результат, в основном это просто видео. Просто тут человек дал такую оценку, что ты владеешь информацией. И я сказал, что это не обязательно, это в плохом смысле может быть и в хорошем. А так я абсолютно не понтуюсь. Как ты можешь прокомментировать недавнюю поездку министра посвящения Кравцова в Чечню для представления отчета об исправлении учебника по истории? Вот видите, не всей информацией владею. Никак не могу прокомментировать, потому что, честно говоря, либо не смотрел, либо не уделил этому, может быть, должного внимания. Поэтому не готов пока это комментировать. Так, Ахмедик, где 10 пуль? Ахмедик, просто хорошая работа монтажера. Кстати говоря, работу монтажеров можно похвалить. Я сегодня не подготовил этот материал. Там мне скидывал один брат на бот обратной связи. Значит, выступая на каком-то мероприятии, Ирисханов Аслан перепутал. Хотел сказать 2002 год и сказал 2022. И Кадыров вот так это закинул себе на страницу. А в ЧГТРК отмонтировали, вот это слово 20 убрали, и получилось, что 2002. Молодцы, учатся. Монтировать учатся. Еще бы вам научиться логически мыслить и понять, что там, где уже 10 пуль прибавилось, и это уже разоблачили, нельзя снова 10 пуль куда-то деть. Так это не работает. Надо было бы, ну надо было хотя бы объяснить, куда эти 10 пуль сначала делись, да? Сказать, вот здесь вот он там ошибся или что-то, я не знаю, как-то это объяснить. А тут просто без объяснения снова 10 пуль куда-то испарились. Причем 10 пуль это же много, да? Сколько там в магазине? Ты считай, я не знаю, что за пистолет там был. Если это Стечкин, например, сколько? 20 пуль, да? Это считай, если 7 пуль, это даже не половина рожка. 17 пуль, это уже почти весь рожок. То есть это не одна, а две пули, это целый рожок. Куда делись эти пули? Ну как-то Кадыров же тоже автоматически из подствольника стрелял. Ну да, у него и было. И цифрами плюс-минус 10-20. Это мне, кстати, напомнило историю, где Кадыров, помнишь, расплантуется перед этим каким-то российским генералом и говорит, нас было, говорит, 11 человек. И то, говорит, 11 у нас, 11 раненых, говорит, и один мертвый из 11 человек. Это, в общем, такая какая-то история. Это нормально. Наверное, у вас просто не математический склад ума, вы гуманитарий. Очень много сообщений в чате, все приветствуют Хасана. Потом все, видел, как сын Кадырова отправил в нокдаун Хамзата Чимаева на спарринги. Как ты это комментируешь? Слушайте, я абсолютно не удивлен. Человек, который уже, говорят, какую-то там операцию делают по расширению груди этого Кадыровского подпрыска, потому что ему уже некуда вешать медали. Вы представляете, там уровень какой. Поэтому, конечно, нокаутирует. Он кого угодно нокаутирует. Кстати говоря, еще вот что интересно. Вот этот вот чувак, который реальный дустум, это афганский муртад. Короче, этот тип тоже очень любит ордена, медали. Я теперь понял, откуда вот эта вот тяга. Представляете, Кадыров носил позывной дустум, да? Да. То есть, для него он был кумиром, образцом для подражания. Был вот этот афганский муртад. Потом он по наследству передает этот позывной. То есть, теперь этот уже не дустум, его сын теперь дустум. И на этого сына они теперь вешают всевозможные ордена. А тот дустум тоже падки на эти ордена. У него тоже там все, короче, развешано этими орденами. И главное, вы еще настолько похожи друг на друга. Я думаю, иншаллах, у Кадырова будет такой же конец, как у того афганского дустума, иншаллах. Он также на крыле самолета улетит. Иншаллах. Он, кстати, до сих пор, по-моему, где-то в Узбекистане, что-то где-то, короче, стрелается. Вот так же, Кадыров, шнурки тоже, иншаллах. Скоро. Если не сдохнешь, куда-нибудь соскучишь. Советую приехать в Турцию. Слушай, тут многие говорят, что рядом не Хасана, а Эдилу. Вы же вместе катаетесь. Ну, этот вариант, в принципе, неплох. Может быть. Может быть. Слушай, тут много. Продолжение следует...